Добрый день! Сегодняшнюю программу про образ хочу посвятить теме свита делает короля. Родительский вопрос на радио Комсомольская правда. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Мы ведем нашу программу родительские вопросы и говорим про образование. У нас сегодня в гостях Евгений Евгеньевич Семченко, директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации. Здравствуйте, Евгений Евгеньевич. Мое внимание привлек диалог Евгения Евгеньевича с журналистами комсомолки, который состоялся буквально недавно, на днях. Ссылочку на видео с этим диалогом я помещу в конце в описании к этому ролику. А внимание же я хотел бы сейчас обратить только на самую его финальную часть этого разговора, где зашла речь про ВПР. Там журналисты, кстати, надо отдать им должное, они задавали довольно-таки каверзные вопросы. Они озвучили проблему, что помимо петиций, которая прозвучала сейчас в отношении ЕГЭ, точно так же сейчас набирает популярность петиция, которую оформили учителя. И задают вопрос, можно ли отказаться от идеи проведения контроля в начале года всероссийских проверочных работ, которые перенесены, как мы знаем, на начало года. А вот если мы уберем более-менее объективную систему оценивания, то мы вообще тогда все ориентиры в системе образования, ну многие ориентиры в системе образования потеряем, это первое. Второй момент, по поводу тезиса, который был сказан в петиции, дает ли ЕГЭ объективное оценивание или не дает. ВПР. ВПР, да, извините, ВПР дает или нет. Значит, да, действительно, к результатам ВПР есть много вопросов, в том числе и у нас. И объективной эту процедуру полностью назвать нельзя. Почему? Потому что еще несколько лет назад, анализируя результаты всероссийских проверочных работ, мы увидели в стране следующую картинку, что у нас были десятки муниципальных образований, десятки, в которых сотни школ и там тысячи, десятки тысяч детей. И у этих десятков тысяч детей не было по результатам ВПР ни одной двойки, ни одной тройки и ни одной четверки. То есть, обратите внимание, с одной стороны, мы проводим ВПР, считая это необходимым внешним контролем, придающим объективность. А с другой стороны, мы понимаем, что объективности в этой процедуре нет. Ну, то есть, а зачем тогда проводить? Когда вы говорите, приводите слова педагога, который говорит, я же буду виноват. Вот я пользуюсь случаем, что называется, еще раз хочу сказать, что педагог не может быть виноват. И я еще раз обращаю внимание на внимание региональных министров образования, руководителей муниципальных отделов образования, директоров школ, чтобы ни в коем случае нельзя оценивать работу муниципалитета, школы, класса, конкретного педагога по результатам ЕГЭ, ОГЭ или других оценочных процедур. И тем более, недопустимо делать какие-то выводы. Как правило, у нас же, как всегда, это происходит. Наказывают невиновных и награждают непричастных. Но самое интересное, что он продолжает цитировать вот эту вот установку, которую Рособорнадзор, так сказать, как мантру поет уже много лет, что никого ни в коем случае не собираются наказывать, но при этом умалчивает, что не далее, как полгода назад, даже чуть больше, в регионы уходила указивка от того же Рособорнадзора о том, что школы нарушают правила, оценивают неадекватно эти ВПРы. И, соответственно, те, кто замечен в этом, директора этих школ должны быть наказаны, уволены желательно. То есть это было прям вот прямым текстом. И в результате в нескольких регионах действительно директоров увольняли. Еще одну интересную мысль произносит Евгений Евгеньевич вот тоже в этом фрагменте. Открывая небольшую тайну, образовательную программу определяет каждая школа самостоятельная. Вот Людмила Семеновна в своем выступлении тоже об этом сказала. Школа может такую корректировку сделать, но нужно, значит, ее делать, исходя из объективных результатов. Надо провести объективно ВПР осенью, увидеть картинку и после этого принять решение на педагогическом совете. У меня возникает два вопроса, два всего, которые, к сожалению, ему не задали журналисты. Я думаю, что ему было бы довольно сложно на них ответить. Первый вопрос. Если каждая школа работает по собственной программе, то как можно организовать централизованные проверочные работы из Москвы, если у каждой школы и у каждого учителя, по сути дела, своя программа? Вероятность того, что в них окажутся вот эти вот вопросы, которые не будут в учительской программе, она высока. Соответственно, второй вопрос, это история про законность этого деяния. Дело в том, что любые проверочные работы, они должны быть включены в рабочую программу учителя. Если они в нее не включены, в том числе централизованно проводимые, то их можно проводить только на основании согласия родителей. То есть это добровольные работы могут быть. И тогда как? То есть вот это противоречие, оно заложено прямо в законе об образовании, оно не разрешено на уровне подзаконных актов. Это незаконные мероприятия, по сути дела, которые вы навязываете проводить школам. А потом якобы не наказываете директоров. То есть это вообще, ну как? Нам надо прекратить вот эти попытки постоянно оценить наших педагогов. У нас задача не в этом. У нас задача выявить те дефициты, которые есть у наших педагогов. В предметной подготовке, может быть, в методической, в оценивании, ну в навыках объективного оценивания работ. И эти дефициты нивелировать. То есть помочь педагогу их исправить. А не кажется ли Евгению Евгеньевичу, что просто это, ну, его просто послали? Вот люди на местах, они, видя вот эту вот безумную, совершенно бессмысленную деятельность в виде ВПРов, они просто ставят оценки, которые хотят увидеть вышестоящие начальники. Четверки, пятерки, все хорошо. И просто игнорируют, на самом деле, проведение этой работы. Она им не нужна. Вот, Евгений Евгеньевич, вы об этом не думали? Вы не считали, что это просто может быть, ну, такая итальянская забастовка в чистом виде? Обратите внимание, вот эта вот внутренняя установка на недоверие, внутренняя установка на то, что мы сверху должны обязательно контролировать, она же пронизывает, ну, просто всю сущность деятельности Рособранадзора, в которой ранее он работал, да, и в которой возглавлял его шеф Кравцов. И по сей день эта установка, она проглядывается вот просто в позиции и Сергея Сергеевича, и Евгения Евгеньевича. Вот у нас два таких персонажа. Я думаю, что они, кстати говоря, по духу очень близки. Если мы смотрим, как себя ведет вот руководитель департамента государственной политики, то понятно, что это тот человек, который определяет политику, и понятно, какое отношение в Министерстве к школам и к учителям на самом-то деле. Ну, в общем, это вот то, что я увидел. Может быть, я, конечно, что-то не понимаю, не знаю, но мне кажется, что, ну, как бы короля делает свита. Это правда. Ладно, поговорим об этом и о всем другом, что есть в нашем отечественном образовании. В следующий раз. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok